здравствуйте мои дорогие ненаглядные телезрители и подписчики на канале youtube сегодняшняя тема градусник градусник для дачи когда я в своих программах говорю что температура почвы для посадки лука например да должна быть от 6 плюс до 10 плюс градусов не воздуха вы все время запинайтесь за это место почвы ее надо мерить ну не надо ухмыляться потому что растение в природе не выпустит корневую систему если будет плюс 2 градуса нет а вот когда плюс 6 да вы все не хотите помнить о том что мы искусственно здесь садим растения это не природа где птичка разнесла да и от ветра все разлетелось это другое там растение упав на землю и не получив укрытия семечка она просто погибнет но если вдруг его замыла водой она оказалась той почве при той температуре которая ему хотелось бы по природе она вырастет прекрасным так вот если вы искусственно везде садите овощи плодовые там растения яблони груши при посадке то почему вы не помните про температуру почвы это ведь очень важно это вы также как про углекислый газ ага если я туда навозище наворочу там будет тепло а то что корни сгорят и температура там выше всех норм которые нужны для огурцов вы это забываете нет мои милые давайте делать все так чтобы не переделывать самое поганое что есть у огородника когда надо пересаживать пересеивать и так далее так вот температура почвы для лука должна быть от плюс 6 до плюс 10 градусов слышу еще одно возмущение а мы вообще садим в конце мая а в конце мая к вашему сведению лук не способен выпустить хорошую корневую систему впрочем так же как и картофель у них при повышенной температуре извините там что-то с ингибиторами не так и он не может даже там если семечко раскрыть его поэтому лук плюс 6 плюс 10 я надеюсь что вы запомнили на всю жизнь картофель от плюс 10 до плюс максимум почвы 18-20 с натягом уже градусов тогда корневая система развивается очень хорошо вы иногда замечали да что на картофельном поле картошку посадили в тепло у соседа который в холодину посадил вам казалось что-то холодина а он смерил температуру почвы у него вот такие ростки а у вас извините из земли вы на ней не появляются это вот как раз то что вы не доделали чуток да не возмущайтесь вы мы едем сажать картошку когда у нас есть время тогда вы будете есть ее когда она вырастет когда-нибудь поэтому меряем температуру выбирайте градусник не ртутный а вот такой водный видите здесь спиртовый раствор окрашенный в красный цвет вы будете прекрасно видеть вот он стоит 5 копеек ну я не знаю рублей 15 что ли ну любой для измерения температуры воды подойдет и для этого тоже смотрите я его втыкаю в почву чтобы узнать насколько комфортно капусте все я его оставляю на буквально там полминутки я думаю что даже при меньшем времени температура все-таки будет определена это теплица заметьте и это теплица ну что могу сказать что температура здесь вот в земле 15 плюс обратите внимание когда его вставляла было плюс 10 а теперь нужно его например опустить в землю которая в траншее там холоднее и я боюсь что при закапывании томатов на глубину до африки как я говорю что-то с ними будет не так и я опущу как можно глубже и подержу его немножко там чтобы доказать вам что температура даже в теплице абсолютно разная о температура опустилась она стала здесь 13 градусов на самом деле это уже комфортно для высадки вот таких вот плодовых плодовочных культур как томаты то есть на глубине штыка лопаты температура плюс 13 градусов и это очень хорошо но при глубине как вы любите закрутить в траншею вот такой спиралью и вот так на глубину отправить но может быть этот метод и имеет место быть но только я считаю что все-таки глубина посадки должна соблюдаться 25 сантиметров штык лопаты это нормально положение лежа у томатов на стволе в комфортной температуре тоже появятся корни но огурцы более теплолюбивы и для них температура конечно желательно бы для корней градусов хотя бы 18 почвы а не воздуха буду все время повторять значит есть растения очень теплолюбивые такие как свекла и ее посадить когда снег только сошел либо это май холоднющий со снегом градом и дождями бесконечными холодными это очень опасно так что мы свеклу всегда отправляем на посадку ну примерно где-то в конце мая числа 25 есть там такой праздник никола знаете поговорку пришел никола не бойся никола ой нет пришел никола не бойся никого то есть никого так вот свекла она боится холода поэтому либо вы ее в баночку в теплице держите чтобы она вас подросла на три-четыре листа а потом рассады высадите это тоже очень хороший метод на этом я завершаю эту эпопею с градусниками я все хотела добраться до этой темы наконец-то на улице хвощит ливень дождь все время непрекращающееся и у меня есть время поговорить о том что очень важно всего вам доброго и до свидания